всем привет сегодня мы сделаем помимо того что у нас битвы гирлей все-таки сделаем обзор решил вам записать обзор на тыквы с воодушевлением потому что много комментов все просят сделать полноценный обзор сейчас мы разберем новое лето имба но я скажу вам наперед да ребята это новая бас видит только она не везде будет имба так смотрим где там она у нас на 88 она дает 33 энергии в секунду то есть фактически каждых три секунды она будет давать баф по сравнению с берсовая которая имеет 70 процентов атаки у нее получается набор все-таки быстрее сейчас мы и протестируем на подземках изначально и я вам так расскажу диана будет реально рулить надеюсь дашка нас не придет так давайте сначала берсовую они у нас вот так вот собраны пусть мы не ставим не артефактов они одинаковые сотый просвет они полностью идентичны то есть разница только в таланте так давайте сначала вы жестоком вот так вот давайте вот эту просто ради интереса посмотрим как она себя будет вести это обычная 240 она слилась тут свитка нету мы чисто так предварительно смотрим смотрите на ты кос воодушевлением видите да какой бешеный разгон уже насколько она больше уже разбила всего разницу в принципе замечаете у нас там по моему ворожей был выпущен ладно еще разок посмотрите на набор это без свитка то есть у нас она станется полностью сейчас мы будем их одевать постепенно есть теперь ставим ее в свиток и давайте ангела и поставим будем в таком такой сборке тестировать смотрите на набор 1 2 3 застанили 4 чем нам уже на максималке то есть 5 секунд где-то приблизительно она уже у вас на максималке не успел чуть-чуть давайте возьмем магию смотрите свиток сработал какой быстрый у него набор за 9 секунд фактически мы дошли до забора и обратите внимание на ее бег как она быстро бегает сейчас вы поймете о чем я говорил так морозим всех я надеюсь в это все видите что она делает с ними ну вот 2.13 мы слили там сколько 3 меса и главного босса дракона теперь делаем то же самое только ставим берсовую и и Продолжение следует... Смотрим. Разницу вы замечаете, да, в разгоне? 2.50, мы 51, мы уже убили в другом месте все. Вот смотрите разницу. А сколько дольше она бьет? Мы слили только одного в месу. А там слили 3 и дракона. Давайте еще разок запустим. То есть разгон с воодушевлением набирает намного быстрее. Опять магию забыл. Скорости, честно говоря, судя по тесту на Архидемоне, там непонятно. Буду еще тестировать, но пока с воодушевлением все-таки лучше. Она только хуже будет на Архидемоне с отражением. Вот, вроде нормально зашла. Точно так же, как и та. Вот она взяла разгон. Морозим. Разницу видите, да? Все. Ставим обратно. С воодушевлением. И еще раз тестируем ее. И пойдем дальше на другие подземки, чтобы вы действительно увидели разницу. Субтитры сделал DimaTorzok. он не успел защиту поставить разницу в беге вы тоже надеюсь видите получается каждый удар когда она бьет практически когда она бегает в это сейчас на других подземках увидеть она заряжается и бафает сразу же по сравнению с берсовой которая может бежать ей надо пару раз ударить при тем как получить баф мы получились там вытащили мясо морозим видите да разницу все равно больше сливает зашли точно так же как и предыдущие благодаря тому что у нее разгон происходит намного быстрее соответственно намного быстрее будет на подземках намного быстрее будет на архи демоне но во всех локациях где вы используете и будете так у нас такая стоит побежали на немножко другие так это не так сейчас вспомню где там так подземка вот есть такой вот у нас мясо кидаем так сразу смотрим пятьдесят одна секунда давайте еще сразу чтобы посмотреть более реально так кидаем на этом еще и герой сейчас бегут ну не помешали пятьдесят две секунды еще разок смотрите насколько быстро тут происходит разгон 50 ну по-разному плюс-минус так меняем говорил ну ли лучше лучше вы от в 49-48, 2 секунды разница даже от самого минимального предыдущей тековки, еще разок. То есть по набору она намного медленнее, даже с берсом получается, при равных условиях, что у них просто стоит талант. Все, разницу видите, 2 секунды, берсовая все-таки в разгоне проигрывает. Теперь тестируем, давайте так ради интереса полностью всю эту подземку. Начнем с берсовой. Смотрите просто по разгону и по бегу, как она именно бегает. Скорость атаки, в принципе, одинаковая, но за счет того, что с воодушевлением она быстрее разгоняется, получается все намного быстрее. Быстрее набор, соответственно, быстрее его убьете там, либо пройдете. Плюс, когда тековка бьет, она сразу же баф получает. Ну, то есть бафает, бафает, бафает. А тут ей надо подойти, и она теряет там секунду или две. Из-за этого тут немножко другая картина получается у нас. На максимальном разгоне, да, они будут приблизительно одинаково бить. Но в таких ситуациях, как вот здесь, подземки, там, архидемон, с воодушевлением все-таки будет намного лучше показывать себя. Особенно в прохождении, потому что если ее там застанет, она быстрее будет набирать и давать разгон, и она будет сразу же бафать. Вот видите, пока она добежит, вот она сейчас начинает бить. То есть она бьет намного дольше его. Теперь ставим. Водушевление. Видите, сразу стан включилась, даже сразу включается после стана с разгоном. Думаю, вам заметно. Скорость передвижения совсем разная. Уберся в этот. Вот получила стан, ударил, сразу запомнил. То есть фактически везде. Бегает она, конечно, смешно по сравнению с той. Тут, конечно, у нас, видите, вообще трошечок получается. Все в разброс. Теперь смотрите на массу. Насколько быстрее инвестант получили, как назло. Ладно, сейчас еще разок запустим. Уже сравните, как оно будет. Вот она пока добегает и сразу же заполнена полностью. В этом весь плюс ее. Давайте еще разок тест. То есть тут дополнительно еще ее бьют. И она тоже заряжается. Надеюсь, мы сейчас к боссу добежим, но он у нас не застанет. Вот сейчас поинтереснее будет. Я не помню первое там прохождение с Берсовой. Сколько там времени было. Вы сравните уже сами. Напишите в комментариях. Какая там разница. Ну, тут заметно и так, что вот именно благодаря именно Беру. Она заряжается, бьет. В этом очень большой плюс. Ну, сейчас одно здание у нас останется. Придется за него возвращаться. Что-то у нас ангел вообще в другой стороне бегает. Вот вроде нормально сработало. Видите, да, разгон сразу. Все. Добежала, ударила забор. Так. Что тут у нас? Я не помню в каком там. По-моему, здесь. Многие на этой подземке тестируют. Поехали. То есть, как видите, она все время на разгоне. Очень быстро. Любая преграда, она сразу заряжается. 2, 10. Ставим перцевую. Это, конечно, так. Это неправильные тесты. Но я думаю, вы просто разницу увидите и поймете, о чем я говорю. Я надеюсь на это. Я уже в дальнейшем, не во время битвы кильды, уже вам покажу ее на подземках. Он на ценном составе. Так. Вот у нас берсовая. Побежали. 2, 10 было. Побежали. 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 Продолжение следует... 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 ну как то вот так вот мы там идем конечно это не полноценный тест думаю разницу мы сейчас увидим на этой подземке если не увидим пойдем на подземке легче тоже ставим равные условия сразу воодушевление воодушевление ремочку есть возможно сейчас ничего не изменится посмотрим думаю разницу вы уже увидели ты к вку и слили на разгон намного быстрее получился уже даже интересно сможем ли мы ее прийти думаю вряд ли сможем хотя сравненными у нас тут конечно будет проблемка у нас есть некрас который возможно ударит правильно потом я конечно сомневаюсь да вот аннубис нас как обычно подвел слили нашего выражая бешеные роли ну видите да сколько бьет некрас на двенадцатом скилле он с воодушевлением это небо важно плохо что он брони на все время только бьет у нас есть шанс конечно он очень маленький тридцать секунд конечно на три звезды мы не затащим ну почти давайте еще разок тест немножко расстановку поменял непривычно так делаем то же самое я даже юнитами не спамлю чтобы не особо там на этом ведьму не заморозили дошли до ведьмы сейчас еще разок в общем ребята разница есть я думал тоже что там она не очень но все-таки разница именно в самом разгоне и она будет решать так по сути они одинаково будут возгнать ну вот эта разница она всегда будет решать я тут она конечно не обезвредил как обычно ну видите да разница разгон есть и причем очень быстро теперь давайте опять еще разок берсовым берсовая тоже классная все но именно этот разгон он дает неплохое преимущество а а Продолжение следует... 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 интересно сможем ли мы конечно тут у них все равно в принципе ограничения немножко не тот состав для этого но интересно главное чтобы ее не слили хотя она без дебафа дает ворожай подхиливает с мы демонов затащим думаю я надеюсь хотя может быстрее стрелок снесет все так еще одного демона убили сейчас этот побыстрее пойдет я надеюсь они переключатся на того демона и у нас стрелок не добьет все здание быстрее 30 секунд мне наверное все таки стрелок будет первым жалко 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 смотрите как мы помогли просто слились на нем 99 процентов тут конечно можно сделать вот так все 100 у нас времени не хватило до или хватило по моему выражай не бьет ведь здание в общем вот так вот ребята не знаю пишите в комментариях где вам ее еще протестировать но в принципе я вам основную суть данной тыквы показал рассказал герой реально очень интересный с таким талантиком стал ускорял очка намного быстрее получилось дальше уже посмотрим как она себя будет показывать в других локациях но плюс большой то что она сразу когда только бьет какую-то цель она сразу же у вас дает баф все пишите комментарии подписывайтесь на канал обязательно лайкайте данные видосы всем пока